В этом видео речь пойдет о методе ZZ-A. Это самый первый и самый распространенный метод ZZ. Изначально ZZ-A состоял из сборки первых двух слоев, потом сборки ZBLL. Так ZBLL очень большой и его выучить сложно, то сейчас ZZ-A называется сборка первых двух слоев с помощью ZZ, F2L и линии, а после этого сборка последнего слоя любым способом как получится. То есть можно собрать рыбку и потом выпишем PLL. Прежде чем говорить о плюсах и минусах ZZ-A, стоит понять плюсы и минусы самого ZZ, то есть E-Oline и ZZ-F2L. Так это видео выходит под серией Семья ZZ, сейчас я расскажу все, наверное, самые важные плюсы и минусы ZZ-Oline и ZZ-F2L, и после этого не буду их повторять. Но это бессмысленно, ведь они везде одинаковы. Для начала линия. Линия очень требовательно относится к инспекции, то есть все 15 секунд будут тратиться именно на то, чтобы просчитать, как эти ребра поставить, как эти ребра ориентировать. В отличие от креста, в которой довольно просчитать легко, можно будет просчитать еще пару пар после него, ввести такого нет. Чтобы просчитать пары или блоки после линии, нужно быть большим профессионалом и нужно, чтобы тебе прям очень сильно повезло. Мультикалорщикам в ZZ тоже нелегко приходится. Допустим, сейчас есть четыре неправильных ребра, если мы держим красным спереди, перехватываем, и у нас собрана линия и ориентированы все ребра. Ориентация ребер также не прощает ошибки. Случайно перевернутые или случайно недоперевернутые ребра очень нелегко найти, перевернуть и что-нибудь с ними сделать. А забивать на ZZ и переходить на CFOB уже бессмысленно. Мы потратили очень много времени на сборку линии и эта сборка будет слита в любом случае. Даже ZZ и F2L не идеален. В отличие от креста, где мы засовываем всего лишь четыре пары, то есть восемь деталек, нам приходится засовывать десять, то есть еще два ребра. Сюда и сюда. И вот теперь уже у нас остается только четыре пары. Нам придется собирать пары слева. А делать перехват Y2, чтобы пересдвинуть их направо, не стоит того. Отдельная проблема всех ZZ методов это то, что их очень тяжело применять на больших кубах. На больших кубах у нас нет инспекции после редукции, мы не успеем просчитать все ребра, а считать ребра на ходу бессмысленно. Конечно, в ZZ есть и плюсы. Допустим, просчитав ориентацию ребер, мы можем не обязательно собирать линию с белого цвета, а сделать перехват Z и собрать линию с другого цвета. Что в ZZ особенно прекрасно, так это моментальные первые два слоя. Все пары легко определяются, никаких перевернутых ребер нет, никаких движений F нет, никаких перехватов нет. Все делается с одной стороны и очень быстро. Особая проблема ZZ в том, что там огромное количество алгоритмов. В ZBLL 493. Выучить их, определять и выполнять очень нелегко. С другой стороны, ZDA не обязательно должен быть через ZBLL. Можно собирать его там OLL, PLL или COLL, EPLL. Это разные подходы с разным количеством алгоритмов и разной скоростью. ZBLL лучший из них. Он самовыстрый, в нем меньше всего ходов. Но учить его нелегко. Что в ZIA прекрасно, так это то, что он очень понятен. Он понятен для каждого, с исключением непростого YOLINE и необычных первых двух слоев. Здесь, в отличие от остальных Z методов, последний слой собирается проще всего. Новичковым методом. OLL и PLL. Метод сборки последнего слоя за один алгоритм. Это понятно. Это гораздо понятнее, чем экспериментальные методы, которых уйма среди ZI и которые понимаются совсем-совсем непросто. Что очень приятно в ZIA, это то, что его умения могут пригодиться на сборке больших кубов. Да, это не ZI, но тем не менее, ZBLL выученный позволит порою сильно сократить свое время сборки. ZIA с ZBLL обещает в среднем 44 хода против 55 в CFOB. Если оставаться при том же ДПС, это ускорение в одну пятую. ZIA довольно-таки стабильный метод, если учитывать его ZBLL. Шанс скипа ZBLL один почти к двум тысячам. Среди известных пользователей ZI есть PhilU. Он занимает десятое место в Америке по сборке одной рукой и собирая ZI, кстати, не знает полного ZBLL. Итак, получается, что ZIA это очень быстрый и удобный метод, если не считать огромное количество алгоритмов, и можно достигать неплохих результатов. Вы смотрели MPC Production. Хороший сборок! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok